Я летел почти 30 часов, а стюардессы не переставали 30 часов назад я сел на ночной рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Поднявшись на борт, я увидел, что в моем распоряжении есть целый ряд. Взлет прошел без происшествий, и вскоре я растянулся поперек ряда, чтобы вздремнуть. Я проспал несколько часов. Не знаю, как долго, но проснулся от сильной турбулентности. Возможно, свет в салоне погас на мгновение, но я был немного дезориентирован, поэтому трудно сказать наверняка. Я проверил телефон и увидел, что было 4.03 ночи, что, как я полагал, давало мне около часа до приземления. Когда я выглянул в окно, то был потерян, не увидев ничего, кроме открытого океана. У меня отвисла челюсть. Очевидно, что между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом океана нету. Я нажал на кнопку вызова стюардессы и провел следующие несколько минут, ломая голову над тем, какое бы озеро могло бы быть достаточно большим, чтобы объяснить то, что я видел. Я вздрогнул, когда подошедшая стюардесса выключила кнопку вызова. Она улыбалась от уха до уха, и по ее щекам текли слезы. «Чем я могу вам помочь, сэр?» – спросила она. Прежде чем я решился задать свой вопрос, ее реакция заставила меня на мгновение застыть. «А где мы? Почему мне кажется, что мы словно летим над океаном?» Она вытерла со щек слезы, улыбаясь, все так же дико. «Сэр, мы приземлимся примерно через час». «Я... эээ... хорошо, спасибо», – ответил я. Когда она ушла, я словно пересмотрел на часы своего телефона. «Все так же 4.03 ночи», – подмигнули мне в ответ. Ничего не изменилось. Я думал, что ждал с включенной лампочкой вызова не меньше пяти минут. Как же это возможно? Что, время совсем не изменилось? Я открыл свой ноутбук и опять видел 4.03 ночи. Вытащив телефон, я запустил приложение «Секундомер» и провел следующие 2 часа, глядя туда-сюда между часами, ожидая, что что-то изменится. Но напрасно. Я похлопал по плечу пожилую женщину, сидевшую впереди меня. Она оглянулась, и на ее лице я увидел раздражение. «Да?» – спросила она. «Вы не знаете, когда мы приземлился?» – уточнил я. Она прищурилась. «Та стюардесса сказала, что полет займет еще около часа». Я растерянно покачал головой. «Та стюардесса?» Мы говорили почти 2 часа назад. Мы уже должны были приземлиться. Она уставилась на меня, как на сумасшедшего. Я хотел убедить ее, что происходит нечто странное, но почувствовал руку на своем плече. Обернувшись, я увидел улыбающегося мне стюарда. По его щекам бежали слезы, капая мне на плечо. «Сэр, я прошу вас успокоиться, иначе я вызову капитана». Я ответил, что в этом нет необходимости, и откинулся на спинку кресла. Тогда он убрал руку и ушел. «Сюардессы» проходили каждые несколько часов, предлагая пассажирам еду. Мой секундомер все еще тикал, сообщая мне, что я нахожусь в этом самолете уже более 30 часов. Я исследовал весь салон и хотел поговорить с некоторыми пассажирами, но все они отвечали, что ожидают посадки примерно через час. Около трех часов назад я попытался попасть в первый класс. Я уже прошел за занавеску, но за мной увязались две улыбающиеся сюардессы. Они схватили меня за руки своей железной хваткой. «Сэр, включен знак «Пристегните ремни», – сказала одна. «Пожалуйста, оставайтесь на своем месте с пристегнутым ремнем безопасности. Мы приземлимся примерно через час». Я почти потерял надежду, когда мимо меня прошла женщина в деловом костюме. Она не взглянула на меня и замедлила шаг, но направлялась к уборной в задней части самолета. Бросила листок бумаги на мой поднос. Я бегло огляделся, прежде чем развернуть его. Там говорилось «Ты тоже застрял?» Я вытащил ручку и написал «Да, прошло уже 30 часов». Свернув лист, я положил его на ближайший к проходу поднос. Женщина вышла из уборной и, проходя мимо, забрала его. С тех пор прошло уже 20 минут. Не знаю почему, но думаю, что стюардессам не понравится, если они узнают, что мы общаемся. Но это не важно. Через несколько часов после того, как женщина забрала листок своим сообщением, она вернулась и села рядом со мной. Она наклонилась, стараясь не высовываться, и спросила «Значит, ты тоже застрял?» Я старался говорить тихо. «Да. Кстати, меня зовут Джек. Я бы сказал, приятно познакомиться, но...» Она кивнула. «Меня зовут Мэри. Ты ошибаешься. Получить твое сообщение – это лучшее, что произошло со мной за последний прошедший день. Я провела последние полтора дня, думая, что я единственная, кто все понимает». Она на мгновение замолчала, глядя в проход, после чего продолжила шепотом. «Итак, Джек, у тебя есть мысли насчет этой чертовщины?» Я хотел солгать, но решил, что правда будет куда уместнее. «Я думаю, что мы можем быть мертвы». Мэри несогласно покачала головой. «Если бы это был только один из нас...» «Если бы это был какой-то космический поезд в ад, то почему мы оба видим происходящее?» «Без понятия». Мэри достала свой телефон и показала мне статью из Википедии, написанную для рейса MH370, авиакомпании, которая исчезла в 2014 году. Я внимательно прочитал статью. Там были десятки теорий, пытающихся объяснить произошедшее, от гипоксии до самоубийства и пришельцев. «Это ничего не значит», – ответил я. «Кроме того, это могло случиться и раньше», – пояснила она. «Что насчет тебя? Есть мысли, почему никто не замечает происходящего? Мы обсудили это и поняли, что у нас было кое-что общее. Мы оба крепко спали в 4.03 ночи». «Быть не может, что мы были единственными, кто спал в это время». «Наверное, остальные просто дремали. Не знаю, как ты, а я действительно крепко спал». Свет в салоне погас, и вспыхнула дюжина красных аварийных огней в полу, заливая все вокруг алым светом. Интерком затрещал и сообщил. «Уважаемые пассажиры! Просим вернуться на свои места. Включен знак «Пристегните ремни безопасности». Так мы можем попасть в легкую турбулентность. Мы приземлимся. Примерно через час». Мэри замерла, а после спросила. «Может, мне вернуться?» «Вдруг они не заметили, что ты ушла, а может...» «Они уже знают и просто пытаются разлучить нас?» Мэри молча кивнула. «Мы должны держаться вместе. Сейчас это лучшая идея». Интерком снова затрещал. «Леди и джентльмены, я рад сообщить вам о прибытии капитана. Нам всем будет предоставлена возможность поговорить с ним. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока он вас не позовет. Если вам нужна помощь, не волнуйтесь. Стюардессы с радостью помогут вам». В дальнем конце самолета раздались звуки встающих пассажиров. Мы сидели молча, пытаясь заглянуть за занавеску, отделявшую нас от первого класса. «Капитан?» – переспросил я. «Без понятия. Но, кажется, речь шла вовсе не о пилоте. Как думаешь?» «Ага». Именно тогда на нас обрушился резкий запах серы. Такой сильный, что я с трудом подавил рвотный позыв. Он напоминал воню тухлых яиц, только в разы хуже. Однако пожилая женщина, сидевшая перед нами, никак не отреагировала. Она продолжала смотреть фильм, как ни в чем не бывало. «Не кашляй», – сказал я Мэри. Мы боролись с этой удушливой вонью в течение нескольких долгих секунд, но приступ яростного кашля отдалел нас, и мы сдались. Через секунду занавес открылся. Мы с Мэри замерли, уставившись вниз на красный фюзеляж. Из-за занавеса вышли четыре стюардессы и направились к нам, широко улыбаясь. Они все еще плакали, но сейчас их слезы были темнее, и при таком освещении походили на кровь. Но мое внимание было сконцентрировано не на стюардессах. Я глядел им за спины, на фигуру, находившуюся в передней части самолета. Это был черный силуэт, стоящий рядом с дверью кабины пилота. Он был по меньшей мере восемь футов ростом и указывал на нас одним пальцем. Силуэт звал нас. «В уборную!» – закричал я. Мы рванули к задней части самолета. Стюардессы, следовавшие за нами, сомкнули ряды. Кровь текла по их напряженным от улыбки щекам и капала на ковер самолета. «Капитан здесь!» – произнес стюард своим безупречным голосом. Его улыбка стала еще шире, когда он двинулся к нам. Мы добрались до уборных, прыгнув в разные стороны. Я захлопнул дверь и запер ее, прижав ноги к складывающейся за центральной части. Они принялись колотить дверь и дергать за ручку, пока я пытался удержать ее закрытой. «Извините, но вам обоим нужно поговорить с капитаном!» – сказала одна из стюардесс. «Джек!» – закричала Мэри. «Джек, помоги!» Из ее кабинки донесся отчетливый щелкающий звук, похожий на отрезк ломающегося металла. Она все еще продолжала кричать, но звуки борьбы постепенно переместились в переднюю часть самолета, к черной фигуре, которую я видел. Мне бы хотелось сказать, что я выскочил и сражался с ними, но я отвлек их или не сделал нечто героическое. Это не так. Мэри унесло прочь, и через несколько мгновений ее клик оборвался. Это случилось несколько часов назад, а я все еще заперт в кабине уборной комнаты. Я старался не думать о том, что они с ней сделали. Существо в передней части самолета не было похоже на человека. Я надеялся, что она не убила ее, особенно после того, как Мэри так громко звала меня на помощь. Я не смог бы этого вынести. Я уже несколько часов не слышал никакого движения снаружи, но мне было страшно открывать дверь. Я был далеко от розетки, так что мой телефон почти сел, и я не ел уже давно. Если я пойду туда, то вспомнит ли об этом стюардесса? А что, если эта штука все еще ждет людей? Примерно через 12 часов я открыл дверь уборной. Свет в кабине снова стал нормальным, и я не ощутил никакого запаха серы. Я осторожно вернулся на свое место и чуть не разглядался, когда подошла улыбчиво плачущая стюардесса и предложила поесть. Эта дрянная авиационная еда была самой вкусной вещью, которую я когда-либо ел. Но стоило мне закончить, как мои мысли вернулись к Мэри. Что же с ней случилось? Я прокрался по проходу к первому классу, стараясь не высовываться. Удивительно, а не стюардесс нигде не было. Казалось, они почти не обращали на меня внимания, как будто хотели, чтобы я нашел ее. Она выглядела спокойно и смотрела на свой телефон, стоявший у окна. Я скользнул в проход и потряс ее за руку. «Мэри!» – шепнул я. Она вытащила наушники и удивленно уставилась на меня. «Да? Чем могу вам помочь?» «Ты в порядке?» – спросил я. «Что эта штука с тобой сделала? Что они с тобой сделали?» «Простите, напомните мне, откуда я вас знаю?» «О чем ты? Мы просто...» Я с ужасом понял, что она понятия не имеет, кто я. С трудом сдерживая слезы, я продолжил. «Мэри, как давно ты летишь этим рейсом?» Она взглянула на наручные часы. «Ну, сейчас 4.03 ночи, так что, по крайней мере, несколько часов». Она смотрела на меня так, как смотрит на человека, который утверждает, что он второе пришествие Христа. Ее тон был тихим и успокаивающим. «Не переживайте так сильно. Посмотрите на это с другой стороны. Мы приземлимся примерно через час». Я почувствовал, как кто-то сдавил мою руку железной хваткой. Я поднял глаза и увидел двух стюардесс. «Сэр, эта зона предназначена только для пассажиров первого класса». Они все еще широко улыбались и плакали, но на этот раз обычными слезами. Однако я разглядел пятна крови на их униформе. Меня проводили обратно на мое место, где я провел следующие несколько дней. Служащие продолжали заходить с едой. Я пользовался уборной, но вскоре начал сходить с ума от однообразия. Оглядываясь назад, я понимаю, что эти несколько дней были не так уж и плохие. В конце концов, в интернете очень много развлечений, даже с длинным самолетным Wi-Fi. Действительно, стало плохо примерно через 10 дней, когда Wi-Fi вышел из строя. Примерно через неделю я потерял над собой контроль и начал звать стюардессу. Никто не появлялся в течение нескольких минут, но в конце концов одна из них пришла. «Просто... просто дайте мне увидеть капитана», – попросил я. Стюардесса наклонилась ко мне и заговорила самым учтивым тоном. «Простите, сэр. Капитан принял свое решение относительно вас. Вы не ответили на его зов, поэтому будете ждать?» «И как долго?» «Боюсь, что довольно долго. Но не волнуйтесь, сэр, мы приземлимся примерно через час», – ответила она, после чего выпрямилась и ушла. Я начал делать зарубки на разных частях спинки сидения, чтобы следить за разными вещами. Одна зарубка за каждый раз, когда я пользовался уборной, одна за каждый прием пищи, одна за просмотр фильма и так далее. Это был настоящий ад. Я посмотрел каждый фильм по дюжине раз. Если я вел себя неподобающе, меня провожали на мое место одна или несколько стюардесс. Любая попытка завязать разговор с другими пассажирами приводила их в замешательство, а затем они быстро возвращали меня обратно на мое место. Я думаю, что это было на 30-й день или около того, когда в момент паники и психоза я сломал свой ноутбук и телефон, крича во всю глотку. Но никто вокруг никак не реагировал. Прошло два месяца. От меня воняло. Мои ноги были напряжены и их постоянно сводило судорогой. В конце концов, я пришел к выводу, что самоубийство – это единственный вариант после 125-го просмотра Тор «Рагнарёк». Я поднялся на ноги и захромал к запасному выходу. Я знал, что обычно давление внутри самолета не давало дверям открыться, но я полагал, что ничто в моей ситуации не было обычным. Если это не сработает, я найду другой. Более болезненный путь. Я ухватился за ручку и поднял ее вверх. К моему удивлению, дверь легко открылась, хотя никакого ветра в салоне не было. Воздух внутри был обычным, чуть прохладным и неподвижным. Каким был в течение всего, бог знает какого времени. Открытая дверь манила меня черной дырой из самолета. Я очень долго смотрел в эту бездну, пока рука служащего не схватила меня за плечо и не потащила прочь. В порыве гнева я испытал непривиданный прилив сил, и вырвавшись, я выпрыгнул с самолета. Ветер, бьющий мне в лицо, казался почти волшебным. Новое ощущение после стольких месяцев однообразия. Океан подо мной становился все ближе, и я вдруг понял, что мне вовсе не хочется умирать. Он становился все больше и больше, пока мне не стало казаться, что я вижу только темноту и волны. Я ударился о поверхность воды так быстро и сильно, что мое тело дернулось вместе с сидением. Я дернул руку, потеряя болящий сустав, которым случайно ушибся, а кресло перед собой. «Нет», – прошептал я и тут же закричал. «Нет, нет, нет!» По проходу пробежала стюардесса и опустилась рядом со мной на колени. «С вами все в порядке, сэр?» Я сжал руки в кулаки, почти замахнувшись на нее, но потом до меня дошло, что она не улыбалась. Она не плакала. Честно говоря, она выглядела встревоженно, словно испугалась меня. Я протянул правую руку к карману, где нащупал свой, теперь уже не сломанный телефон. «4.04 ночи». «Сэр, попробуйте успокоиться. Мы приземлимся примерно через час». Я ощутил вкус пепла у себя во рту. «Спасибо», – выдавил я. «Я так и сделаю». Не мигая, я уставился в свой телефон. Теперь он показывал 4.05 ночи. Потом я взглянул окно и заплакал. Там внизу были городские огни. Мы приземлились примерно через час. Я даже не могу объяснить, почему и как, но сейчас я сижу в кафе-аэропорте и печатаю это. Теперь я свободен. Мне пора. И да, я больше никогда не буду летать. Постскриптум. Я надеюсь, что бармен здесь, в аэропорту, от природы имеет такую широкую улыбку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok